Всем привет! На канале Хамстед Трейдер. Посмотрим, что у нас с биткоином происходит. Конечно же, когда начался этот памп, меня нету в позиции, потому что когда вот здесь цена находилась, я набрал лангов, примерно 22 число, да? Ну, цена ушла ниже, где-то там по стоплосам закрылся, плюс-минус. В общем, здесь меня напугали, больше я не торговал, соответственно, суббота-воскресенье я сейчас не люблю трейды брать, поэтому я сейчас просто понаблюдал за этим пампом, ну и все. А, и сейчас, я в прошлом обзоре говорил, что от верхней границы этого нисходящего канала можно попробовать шорт с небольшим стоплосом, поэтому после вот этого вот еще одного такого выноса я сейчас взял здесь шорт со стопом за эту шпильку. В общем, цель этого шорта, я бы так начинал уже бы вот здесь его начинать фиксировать, да, раз, два, возможно, будет подход к этой нижней трендовой линии. В общем, так, буду быстренько начинать фиксировать, не буду удерживать сильно позицию. В общем, видим, цена вышла ложно за нижнюю границу вот этого глобального восходящего такого канала, да? Это напугало меня, соответственно, дальше она вернулась, я говорил, если дневка закрывается выше 26600, в принципе, можно лонговать. Но я говорю, там выходные начались, я, в принципе, решил не торговать, плюс занят был. Поэтому я это все дело пропустил, когда здесь начался памп, здесь, в принципе, никаких откатов не давали, загнали цену прям сразу к целям. Это меня, естественно, немного пугает. Плюс мы видим, четко собрали ликвидность здесь, как я говорил в прошлое несколько обзоров, здесь плюс 0618 уровень, золотое сечение по FIB на вот этот вот импульс. Все очень-очень красиво, и пока что здесь, скорее всего, здесь будет как минимум остановка, а вообще-то на часе хотя бы какой-то откат он должен произойти, если мы говорим о продолжении роста. Ну, давайте сейчас во всем разбираться, да, будет этот рост дальше, или это обычный такой вынос шартов, и дальше все пойдет вниз. В общем, первое, на чем это все происходит, это все происходит на том, что у нас все-таки республиканцы-демократы, они договорились о повышении долга, там, вообще на два года, короче. Конечно же, они эту тему закрыли бы в позитивном ключе, долг бы подняли по-любому. Ну, просто нужны были вот такие качели, плюс вы понимаете, что между республиканцами и демократами, естественно, были там договорники. Какие-то плюшки республиканцы выудили у демократов и так далее, поэтому они там себе договорились обо всем, и дружно, весело, естественно, поднимает это госдолг. Есть там какие-то всякие нюансы, но, в принципе, я не буду туда углубляться дальше. Было и так все очевидно, что госдолг поднимут, никакого дефолта США сейчас не будет, доллара и так далее. В общем, на этой новости, скорее всего, произошел вот этот вот весь памп. Также важный момент, что у нас S&P, смотрите, у нас прошлая пятница S&P, естественно, летела вверх. То есть, была уже так непонятная какая-то ситуация, да, S&P растет, биткоин там откатился, начал коррекцию делать. И сейчас, естественно, на выходных, хоть часто такое бывает, биткоин, естественно, догоняет S&P, то есть, отыгрывает весь этот позитив. И, в принципе, сейчас нужно будет ожидать, что будет происходить дальше. Сегодня понедельник, США, вроде в Европе тоже, не знаю, в общем, выходной день. Поэтому торги откроются завтра. Тем не менее, сейчас по биткоину можно ожидать. Остановка точно должна здесь быть? Мало верится мне в то, что сейчас мы и дальше вот так попрем, потому что час-четыре часа, в принципе, там уже конкретно перекупленность. Как минимум, какая-то остановка здесь, консолидация. Если мы говорим за продолжение роста выше, да, нам желательно, чтобы здесь она после консолидации, естественно, пробила на импульсе, закрепилась выше уровня 28800. Это будет тогда говорить о том, что у нас открывается поход 30500, ну и там дальше 32000, возможно. Поэтому мысли такие, если мы говорим за продолжение роста, да, все-таки добьется на как минимум 30500 сюда, потому что у нас такой вот боковик здесь идет, тогда по-любому какие-то откаты через вот такие вот движения, то есть есть шанс сюда цене дойти. Ну и так же самое есть и негативная сторона. Давайте все по порядку. Перейдем сначала на недельный таймфрейм. Ну вот я в прошлом обзоре говорил, в принципе, показал, у нас был уровень 26500, потом уровень был 27, но мы здесь телами закрывались. В принципе, мы можем дальше пойти сливаться, потому что на недельном таймфрейме у нас, в принципе, такая медвежья ситуация. Конечно же, если это неделька, мы сейчас немного там откатимся и попрем вверх, то, конечно же, здесь стахастики, это все начнет вот так подниматься, задираться опять вверх. Поэтому такой вариант возможен. Еще как вариант, я думаю, на недельном таймфрейме, то есть если мы увидим рост и перехай 31000 долларов, есть вероятность, что у нас на RSI и на стахастике образуется дивергенция. Что будет являться сильным медвежьим сценарием, да, и как раз мы, тут цена заманит в лонг, еще соберет здесь ликвидность и только потом, естественно, падение. Такой вариант первый. Ну и второй вариант я все-таки буду ожидать. Снижение, в принципе, плюс-минус отсюда, оно может продолжиться вниз вот сюда запросто. В общем, мысли такие, что на недельке, когда мы видим вот такой вот распил уровня важного, да, это скорее всего, мы все-таки можем с большей вероятностью пойти вниз. Все-таки, да, мы видим у нас МАГДИ здесь. Пока что, пока что так смотрит вниз. Но, тем не менее, смотрим, как сейчас эта текущая неделя будет закрываться и, тем не менее, пробуем отторговать. Дневной таймфрейм, на дневке, конечно, ситуация очень бычая, вот этот отскок. Я, в принципе, его ожидал, но не ожидал его сейчас. На дневке по индикаторам, конечно, ситуация бычая, мы можем еще несколько дней тут хороших зеленых свечей показать. Так же самое стахастик, но стахастик, видите, у нас скользяшки не находятся под нулевым уровнем. Это как бы такой сигнальчик еще не совсем бычий, да. Тем не менее, Россия как бы 50% пробилась. Хотя, если в случае коррекции будет, да, сюда биткоин откатится 27, там, 500, например, плюс-минус. Есть вероятность того, что RSI просто подтвердит 50%, да, и может продолжить рост. То есть, может такая ситуация быть. В этом случае, да, мы можем вот так понемногу расти. А, кстати, еще такой важный момент. Мы можем расти, в принципе, вот так вот с откатами аккуратненько подходить к этому уровню. И вот здесь его, естественно, пробить. А если же мы вот так сейчас полетим сейчас сразу вверх, но тогда вот как-то под вопросом будет о том, что мы пойдем выше 31 тысячи, да. Если мы сразу вверх полетим до 30 тысяч, тогда я здесь буду ожидать такую серьезную коррекцию. И вряд ли, что биткоин будет сразу тогда пробивать. Если мы пробиваем 30 тысяч, там, с половиной, нам желательно, чтобы биткоин вот так вот плавно сюда подходил. Тогда, да, будет хороший пробой. Тем не менее, мы можем здесь вот так поконсолидироваться и вот так вот скатиться вниз. Потому что уровень здесь, видим, в распиле был. Это может быть просто такое памповое движение, вынос шартистов, после чего может продолжиться слив. Так же самое мне не нравится тот момент, что у нас, смотрите, цена биткоина вот здесь, когда снижалась, она не обновила вот этот лой. То есть здесь ликвидность не была собрана. И здесь получается вот такой, знаете, вопросик. Почему ликвидность не собрали-то здесь, а? Зачем? Зачем вы оставили вот этих вот, ребята, и собираетесь их тащить вот туда вверх? Вот меня это как-то пугает. Мне такое ощущение, что здесь просто замануха пока что, да? Вот эту ликвидность просто накапливать для того, чтобы пробить здесь уровень. И, скорее всего, быстренько уйти сразу под 25 тысяч долларов, прям сюда сразу улететь вниз. Поэтому такой сценарий, он вероятен и крайне-крайне аккуратно здесь. Вот вам пример, интересная, очень похожая ситуация. Смотрите, у нас здесь есть шпиль, да? Мы тоже довольно-таки глубоко спустились, но не собрали ликвидность. Почему не собрали ликвидность? Потому что в будущем этот уровень собирались прошивать, то есть уходить ниже. В итоге мы получили, да, вот такой вот отскок здесь. Какая-то консолидация немного. Манипуляция хаями, после чего агрессивный слив и, соответственно, уже закрытие цены под этими уровнями. Такая ликвидность, она не зря остается открытая. Так же самое здесь, видите, собирается полочка ликвидности, чтобы потом, естественно, маркетмейкер, крупный игрок сделал свое дело. То есть продавил цену ниже и так далее. Чтобы не давить по маркету, не продавать биткоины, зачем это делать. Когда достаточно цену подтолкнуть к ликвидности, здесь сработают стоп-лоссы, ликвидация тех, кто лонгует. Соответственно, это у них будет продажи. И на их продажах цена может быстренько устремиться к уровню 24 тысячи долларов, возможно, и ниже. Поэтому здесь нужно быть крайне аккуратным. Так же самое, если посмотрим горизонтальные объемы. Мы видим, четко подошла сейчас цена к горизонтальному объему наибольшей проторговки. Есть сигнал о том, что здесь остановка, она не зря происходит. И, в принципе, здесь сейчас будет решаться судьба биткоина. Или он вкатывается, пробивает этот уровень, идет выше. Или это была все-таки вот такая манипуляция, выбивание стоп-лоссов, сбор стоп-лоссов, шортистов. И далее уход может все-таки быть ниже. И если мы пойдем ниже, тогда уже под вопросом остается уровень 25 тысяч 300. Потому что здесь, видите, стоит ликвидность. И за счет этой ликвидности мы можем очень-очень быстро уйти сразу. Вот сюда 24 тысячи. Это у нас золотое сечение. Имейте это в виду. То есть еще один уход цены, даже, я бы так сказал, ниже 26 700. Даже если цена сюда ниже уходит, это, скорее всего, с большей вероятностью собирается пробивать уровень 0,5. Поэтому крайне аккуратно. Тем не менее, любые откаты сейчас можно пробовать. Сейчас локально перейдем, посмотрим. 4 часа. Индикаторы. Ну, тут, видите, трэш. Уже RSI. Посмотрите, где RSI находится. Пожалуйста, хорошие примеры, что происходило ранее, когда RSI находился здесь 80-81%. Здесь ситуация была даже 82%. Ну, вот консолидация, еще манипуляция хаями, после чего, естественно, слив. Здесь мы видим тоже просто консолидация. Слив потом. Здесь после этого пампа был агрессивный слив происходил. Вообще не просто конкретный слив он был. А здесь мы видим, вот здесь была просто консолидация. Удержания пошли выше очень быстро. Так же самое импульсивно. Поэтому смотрим, как здесь будет или здесь будет агрессивный слив, или все-таки, да, вот такая проторговочка немного сюда сейчас опустят. И пойдем выше. Да, то есть отрисуем типа флага. И как раз цели будут дальше 30 тысяч 531 тысяча долларов. Теперь дальше давайте перейдем к локальным трейдам. У меня здесь открыта шорт позиция. Стоп стоит за этой шпилькой. В общем, собрали ликвидность за этим хаем. Здесь золотое сечение. Можно открыть шорт, но стоп здесь ставить. То есть стоп растягивать выше нет смысла абсолютно. Потому что если цена сейчас после консолидации пойдет вверх, тогда вы просто останетесь без денег. Дальше я бы уже начинал здесь фиксироваться. Здесь вообще 50% как минимум будет закрыта позиция. Возможно даже больше. И лучший лонг естественно район 27500. Здесь можно пробовать лонги со стоплосом вот за этот минимум. Имейте это ввиду. А цели этого лонга я бы уже бы тоже частично фиксировал при подходе опять к этой верхней границе нисходящего канала. Я бы уже 50% все равно закрыл. Перевел бы стоплос в безубыток. И уже дожидался более интересных целей, если их дадут. Потому что могут не дать. Может просто быть такой отскок и потом дальнейший слив. Поэтому такой трейд он возможен. Но уже торгуйте аккуратно. Потому что такое основное движение я считаю оно в принципе уже закончено. Если цена уходит ниже 27, я бы сказал уже здесь под вопросом. Хотя может быть еще такая ситуация, что мы опять отретестим эту трендовую линию. И пойдем вверх. Тоже такая ситуация в принципе возможно. Но что она мне меньше уже нравится. То есть мне не нравится, если цена будет сильно уходить ниже. Если здесь будет какая-то такая консолидация. Еще ладно. Окей. Но ниже этого лоя желательно бы не уходить уже. Но если цена уходит вообще ниже 26,600. Или опять идет сюда 26,600. Тогда ребята все. Здесь бы лонги точно бы не подбирал. Также давайте перейдем на часики. Вот локально натянем FIB. Вот прям вот на этот вот импульс. Ну вот у нас получается 0,5 уровень. То есть обычно таким шпильком подходим. Может уже даже быть реакция здесь. Вообще золотое сечение. Соответственно уровень 27,500. 27,600. 27,500. Конечно же это можно здесь пробовать лонги. Но я говорю 100+, здесь нужно ставить за этот шпиль 27,27,100. Дальше не растягиваю цель. Я уже сказал верхняя граница. Опять я бы часть фиксировал бы. Без убыток переводил 100+, и уже бы дожидался более интересного движения. Так 4 часа. На 4 часах нужно взять весь этот вот импульс. Но опять видите этот 4 часа весит импульс. Так же самое сходится хорошо с прошлой FIB на часовом таймфрейме. На часовой импульс. У нас 0,3 уровень здесь четко совпадает. 0,5 уровень здесь. 0,6 уровень я говорю я бы уже здесь не рассматривал. Я считаю это уже все. То есть еще раз выйти за эту трендовую линию или еще раз подойти к уровню 26,600. Я считаю здесь уже сил у быков не будет. И в принципе медведи тогда рынок продавят. Часовой таймфрейм RSI посмотрите. 82,86%. Довольно таки высоко должна быть короче коррекция. Все. Стохастик, МАГДИ. МАГДИ в принципе тут закругляется. Поэтому в общем ожидаем коррекцию. Дальше смотрим удерживают уровни. Или естественно это все сливают. Ну и ребята ожидаем естественно завтрашнего дня. Что будет происходить завтра. Есть вероятность того, что мы сейчас можем здесь просто поконсолидироваться. Дожидаясь до завтрашнего дня. Завтра как рынки откроются. Уже будет какой-то задан тренд. Понимание куда рынок дальше пойдет. Или это пойдет слив. Или все-таки после вот этой вот коррекции мы пойдем выше. Дальше пару слов о Total. Ребята я говорил. В телеграм канале писал, что когда мы ушли вниз. Биткоин в принципе начал пампиться. Я увидел, что у нас Total четко отротестил нижнюю границу. И в принципе здесь начал немного откатываться. Я подумал, что в принципе это ротест. И мы дальше сливаться пойдем. Но нет, мы видим после маленького откатика Total все-таки пробил трендовую линию. Вернулся в канал, отротестил. И даже сейчас вообще непонятно как он пробил уже свою трендовую линию вот здесь. Обратите внимание. То есть вот этот вот клин, он уже здесь его проколол. Но пока что не ясно это ложный выход или не. Потому что если сейчас это все откатится. Может быть такая ситуация. Сейчас рынок откатится. Потом Total протестирует все-таки эту трендовую линию. И мы можем уйти вниз. Поэтому тоже нужно наблюдать за Total. Смотреть. Он такой информативный. График показывает нам. И понимание, что сейчас происходит на рынке. Потому что бывает на биткоине происходит манипуляция. Открываешь Total. А здесь все в принципе никакой манипуляции. График все красиво идет. Не показывает. Поэтому если в принципе этот Total пробивается. Пробивает вернее трендовую линию. Вот эту вот. Есть вероятность ухода сейчас сюда выше. Потом буду ожидать какой-то ретест. Ну и естественно продолжение роста по Total. Total 2. Подобная ситуация. Тоже вышел за трендовую линию. Ложно получается. Пока что вернулся в рамки. Смотрим. Какой-то откат по Альте. И возможно естественно рост продолжения движения вверх. Первое сопротивление у нас золотое сечение. Здесь Total 2. А вообще Total 2 естественно цель может быть 620 миллиардов долларов. Почему 620 миллиардов? Потому что если накинуть FIB на все вот это вот снижение. Мы видим здесь золотое сечение. Поэтому как минимум в принципе если будет положительное развитие сценария. Тогда Total 2 ожидаем здесь. USDT доминация. В прошлом обзоре рисовал поддержку. Куда скорее всего USDT доминация упадет. Так и пока что и происходит. 4 часа. В принципе есть пока что реакция. Может быть коррекция. Может быть еще один какой-то докол. Это трендовая линия. После чего мы можем увидеть разворот тренда. Но если смотреть на доминацию. У нас ситуация такая. Что после какого-то отката. Доминация может сделать еще перелол. В этом случае в принципе или биткоин. Или альта покажет какой-то допустим рост. Перехай. После чего естественно может произойти откат. И в принципе слив рынка. Глядя на USDT доминацию. Я в принципе не представляю себе возможным. В дальнейшем ее слив. То есть у меня больший процент вероятности. То что здесь все-таки будет отскок. И USDT доминация уйдет выше. Но в этом случае тогда рынок сольется. Ребята это все на сегодня. В общем если обзор был полезный. Поддержите лайкос. Напишите свои комментарии. Торгуйте сейчас крайне аккуратно. Вам всем удачи. Профита. И пока.